МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время мы не знаем, было ли это самоубийство. Но мы точно знаем, что никто из помощников шерифа не применял оружие. Таким образом, скорее всего, ранение он нанес себе сам. В любом случае, нам еще нужно собрать доказательства и провести расследование. Байден первым из президентов почтил память жертв погрома в Талсе. У нас есть трое до сих пор здравствующих очевидца тех событий. То, о чем мы говорим, произошло сто лет назад. При этом я, первый президент, который за эти сто лет приехал в Талсу. Я не пытаюсь похвалить себя, просто предлагаю подумать, почему это так вышло. Мы должны признать правду о тех событиях, находясь здесь, на этой земле. Сто лет назад в штате Оклахома были убиты около 300 темнокожих жителей. В 20 веке эти события почти не вспоминали. Как говорится, не ворошили прошлое. Но сейчас к этой трагедии привлечено большое внимание. Байден также объявил, что вице-президент Камала Харрис возглавит усилия администрации по противодействию попыткам ограничить доступ к выборам. Республиканцы в тех штатах, где они имеют большинство, приняли или готовятся принять законы, существенно ужесточающие требования к регистрации избирателей, облегчающие признание бюллетеней недействительными, а также иными способами, препятствующие волеизъявлению. Все эти меры, как показывает опыт, более всего снижают долю проголосовавших афро- и латиноамериканцев. Демократы хотят принять федеральный закон, отменяющий подобные законодательные акты, но пока перспективы этого законопроекта туманны. Блэк Уолл-стрит в Гринвуде – это район, где жили зажиточные афроамериканцы. Сто лет назад на них напали и разорили дотла. За 16 часов от района ничего не осталось. В Талсе Байден осмотрел экспозицию, посвященную погрому в Гринвудском культурном центре, и встретился с тремя живыми свидетелями той резни. Им сейчас от 101 до 107 лет. Заявлением выступил и мэр Талсы Джи Ти Байном. «Никто из нынешних чиновников Талсы не жил в 2021 году, но мы приносим извинения за тот провал», – написал мэр в Фейсбуке. «На протяжении многих десятилетий об этом предпочитали не говорить, и теперь жители города пытаются найти и идентифицировать останки жертв. Моя задача – сделать так, чтобы эти кости не остались безмолвными», – говорят антропологи-криминалисты. Напомним, Южные Штаты в 20-е годы были местом узаконенной расовой сегрегации, факельных шествий куклусклана и линчеваний. Фиби Стаблфилд с 1998 года вместе с археологами и историками занимается поиском тел жертв. Это долгий, порой мучительный процесс. Ряд попыток закончились безрезультатно, пока, наконец, два года назад они не наткнулись на участок на кладбище Оуклоун на севере Талсы, неподалеку от места погрома. Ученые изучили территорию с помощью георадара и в октябре прошлого года обнаружили в земле фрагменты костей. Эксгумация начнется в июне. Стаблфилд попытается найти следы огнестрельных ранений, а также пули и осколки, чтобы установить, принадлежат ли они жертвам погрома. Но по-настоящему успешной миссию антрополог будет считать только тогда, когда будут установлены имена людей, чьи останки она нашла. И о последние секунды их жизни будут реконструированы малейших деталей. Стаблфилд надеется найти их потомков по следам ДНК. «То, чем я занимаюсь, это истории близких для кого-то людей», — говорит женщина. На днях столетия погрома в Талсе отметили серии траурных мероприятий, в числе которых траурное шествие со свечами и поминальная служба. К траурной годовщине также приурочен выход книги историка Скотта Элсворта. Элсворт, профессор истории в Мичиганском университете, играл важную роль в поиске захоронений жертв. Он говорит, что этот процесс еще далеко не закончен. Дело о захвате Капитолия оказалось непростым. Правоохранители путаются в показаниях. Как сообщалось ранее, три члена организации «Хранители клятвы» обвиняются в заговоре с целью штурма Капитолия в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена на выборах. В обвинительном заключении утверждается, что 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл еще в ноябре вступили в сговор. По данным следствия, фигуранты общались друг с другом и координировали действия во время атаки. Максимальное наказание по такому обвинению – 20 лет тюрьмы. Все трое находятся под арестом. Никто из них пока не признал себя виновным. Федеральная прокуратура начала с ними переговоры о заключении сделок с признанием вины. К слову, число обвиняемых выросло до 16. В прошлом месяце адвокаты более десятка подсудимых заявили, что они отклонили предложение о признании вины, поскольку посчитали неадекватными предлагаемые их клиентам условия. В марте Федеральная прокуратура заявила, что у нее появились новые доказательства того, что хранители клятвы планировали акты насилия. Среди полученных доказательств оказались СМС-ки. В настоящее время обвинения, предъявленные 230 лицам, общее число уголовных дел составит от 400 до 500, хотя толпа, рвавшаяся в Капитолии, насчитывала тысячи человек. Большинство будет наказано за мелкие правонарушения. Дональд Трамп в одном из своих посланий, призывая сторонников приехать 6 января в Вашингтон, выразился так «Будьте там, оттянемся по полной. Be there, we'll be wild». Эта фраза неоднократно цитировалась на слушаниях по импичменту, но, что конкретно она означает, дикими в таком контексте бывают и школьные вечеринки, и концерты рок-звезд, например. А еще очень мало известно о причинах задержки решения о направлении в Капитолии нацгвардии, и о том, почему вообще руководство полиции проигнорировало предупреждения о возможных беспорядках. Сообщалось, что гвардию направил вице-президент Пенс, но у него просто нет таких полномочий. Ко всему прочему, профсоюз капиталистской полиции выразил недоверие своему бывшему и нынешнему руководству. В итоге получается, что вопросов больше, чем ответов. Шеф американской дипломатии Блинкин во вторник выразил надежду на то, что страны Центральной Америки помогут разрешить вопрос массового потока мигрантов. Находящийся в Коста-Рике с визитом госсекретарь после переговоров с президентом Карлосом Альварадо провел совместную пресс-конференцию, в ходе которой он выразил надежду на то, что страны Центральной Америки разделят ответственность, и вместе с США разрешат вопрос увеличения числа нелегальных мигрантов на границе. Госсекретарь добавил, что в ближайшие четыре года США окажут странам Центральной Америки помощь в развитии, чтобы коренным образом разрешить вопрос. Хорошее управление государством имеет решающее значение в решении глобальных проблем. Наша встреча происходит в тот момент, когда в мире наблюдается кризис прав человека, эрозии независимости судебной системы, подавление независимых СМИ, подавление независимых некоммерческих организаций. Мы понимаем, как хрупка демократия. В последние годы нас преследовали неудачи и в нашей собственной стране. Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны. Отсюда новые ограничительные меры. К такому выводу пришли эксперты, комментируя заявление Медроссии о скорой денонсации меморандума США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок депсотрудников действует уведомительный порядок. Что касается анонсированных замглавой Медребковым некомфортных сигналов для США в преддверии встречи лидеров государств Байдена и Путина, то эксперты рассматривают это как ответ на слова Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. Данил, скорее всего, это просто отмен риториками. Ну и в частности мы видели заявления, которые были сделаны еще накануне этой встречи. Ну накануне, накануне это обычно за день до, в преддверии, скажем так. И в этих заявлениях Белый дом всячески объясняет, что, мол, решение провести этот саммит, это не попытка каким-то образом пойти на уступки Кремлю, а это в большей степени попытка передать весь тот объем претензий, которые существуют лично, и таким образом, вероятно, дальше вести жесткую политику. Но как оно будет, так оно будет, мы посмотрим, потому что огромное количество историй в преддверии этого саммита происходит. Об этом, как правило, мы все-таки сообщаем в третьей части пульса дня, и сегодня об этом также будем говорить. Кремль поднимает ставки, и не только с точки зрения каких-то действий, направленных на конкретно Соединенные Штаты, он поднимает ставки еще и в части, которая была объявлена важной повесткой у администрации Байдена, но, опять-таки, хотя бы на словах права человека, и мы видим, что, в общем-то, они едут с большим багажом всяких гадостей туда, и, конечно, хочется понять, как на это Запад, тем более, что Байден заявляет, мол, он хочет, чтобы у Америки обратно лидирующие позиции в странах, не только западного мира, но и в мире, были возвращены, ему кажется, что Америка их утратила, но вот действительно, если ему так кажется, то ждем каких-то конкретных действий, это, конечно, интересный момент. Ну и, в частности, вот сегодня информагентство все-таки распространили информацию, что Байден изучает вопрос об ответных действиях в связи с кибератаками, которые произошли в отношении Соединенных Штатов. Ну и, как сообщалось, Белый дом поручит провести стратегический анализ угрозы, связанной с вот этими вот, в частности, напомним, был выведен из строя газопровод, до этого еще были SolarWinds, также пострадавшими. А еще расскажи, что произошло. JBS, мясоперерабатывающий завод, вышел из строя, но сегодня уже заработал, и также были нарушены технологии компьютерные, скорее всего, при помощи, в кавычках, CozyBer. Да, кстати, группировка, которая уже о себе заявляла, и мы видим, что на манеже все те же, одни и те же лица, и одни и те же лица устраивают вот эту вот всякую непотребщину. Ну и, кстати, ПСАКИ, комментируя эту новость, будучи официальным представителем Белого дома, также рассказала, что президент поручил провести оперативный стратегический анализ для борьбы с растущей угрозой хакерских атак с использованием программ-вымогателей. По ее словам, эта инициатива включает четыре основных направления, в частности, это меры по искоренению соответствующей инфраструктуры. Ну и в администрации также заявили, что не исключает никаких вариантов реагирования на атаки с использованием вирусов-вымогателей. Ну, также агентство Reuters сообщило, что со ссылкой на знакомый ситуаций-источник за недавней кибератакой на вот этот упомянутый мясопроизводитель GBS стоит также группировка из России, которая ревил себя обзывает. Ну, их мы видим, что становится все больше и больше. Ну, и в частности, во вторник, это было накануне, в Белом доме также пытались принять какие-то меры для реагирования на сложившуюся ситуацию, но пока мы видим, что, в общем, это все пожелание создать какие-то комиссии, пообщаться с экспертами, конкретных действий мы не видим, а этих конкретных действий действительно большое количество. Ну, и вот любопытно, если мы говорим про санкционную политику, как то, что идет вместо применения такой брутальной горячей силы, как, например, было в 20-19 веке, когда конфликты между странами решались методом направления армии в ту или иную сторону, вот, пожалуйста, у нас появилась новость с санкционных полей. Сегодня Соединенные Штаты анонсировали ограничительные меры в отношении шестерых граждан Болгарии, 64-х подконтрольных им компаний, их объявили причастными к коррупции, и в заявлении Министерства финансов этого решения названо крупнейшим на сегодняшний день шагом по борьбе с коррупцией. Минфин ввел санкции в отношении бизнесмена-олигарха Васила Башкова, его обвиняют в попытках создания канала, который позволил бы кремлевским лидерам оказывать влияние на болгарское правительство. Башков, это, кстати, игорный магнат, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020-м, скрывается от местных правоохранительных органов, которые ему инкриминируют вымогательство, налоговое мошенничество и торговлю влиянием. В настоящий момент этот господин проживает, как нам сообщается, в Дубае. Ну и в санкционный список Минфина также попали бежавший из Болгарии депутат Делян Пиевский, бывший государственный чиновник Илка Железков, и 64 компании, принадлежащие или контролируемые этими тремя лицами. Ну, что, в частности, любопытно, 40-летний Пиевский, это болгарский бизнесмен, медиамагнат, бывший депутат, считается, что он имеет сильное влияние на судебную систему Болгарии и политические элиты страны. Если мы говорим о санкциях, что они из себя представляют, вот конкретно эти меры лишают фигурантов списка доступа к американской финансовой системе, замораживают их активы на территории Соединенных Штатов и запрещают американцам вести с ними какие бы то ни было дела. Ну и Госдепартамент также объявил о введении санкций в отношении других лиц, напомним, их действительно много. И когда нам говорят о том, что это плюс еще 64 подконтрольные кампании, то, понятное дело, охота пошла по-крупному. Насколько именно вот то, о чем мы говорили, эти меры будут неким таким ответом, неким таким сокровищем, которое окажется в дипломате, как бы раньше сказали, в рукаве у Байдена, когда он поедет на переговоры в Женеву с главным кремлевцем. Это вопрос, конечно, хороший, но, вероятно, просто всего объема того, что хотят предвидеть, пока не знаем. Точно не знаем, но какие-то предположения люди уже высказывают в социальных сетях. Например, на сайте канала Fox News люди обмениваются мнениями о том, что же будет происходить 16 июня в Женеве. И обычные обыватели, обычные люди, которые после работы, которые, давай опишем такой срез жизни, которые живут в кредит, которые приходят после работы, плюхаются в кресло, смотрят, включают телевизор, смотрят новости, конечно же, смотрят потом фильмы любимые, сериалы. И вот эти люди являются посетителями сайтов различных телеканалов и обмениваются мнением. Это очень интересно читать. Например, вчера мы рассказали о том, что некоторые пользователи рассказали о том, что они думают про будущую встречу Байдена и Путина. Кто-то сказал, что «ну, знаем мы Байдена, он лает, но не кусает». Или «ну, знаем мы, что уже якобы коленки затряслись, поджилки затряслись у китайцев и у русских в преддверии этого саммита». Естественно, это все с сарказмом было написано. Так что люди, привыкшие к тому, что прежний президент высказывал остро свою точку зрения в свойственной ему манере, немного отвыкли от таких обтекаемых, размытых формулировок нынешнего хозяина Белого дома. Поэтому, скорее всего, им не хватает перчинки, не хватает остроты. Но посмотрим, не за горами 16 число. Доживем до понедельника. Доживем. Переходим к следующей части «Пульсы дня». США и Японии заявили о важности Альянса на фоне действий Китая. Продолжим через пару минут.